снова здравствуйте новый день новые новости и я вчера как-то обмолвился тем что я хочу сделать пробники может кто помнит там я говорила по поводу проводников что сделаю из к 340 сделаю там допустим из d2 вот я как-то решил не заморачиваться и не тратить время которого и так вообще никак просто нет и вот взял сегодня с собой три бритвки тут еще присутствует шеха 15 я надену где на вот это вот это и как бы их просто пока решил протестировать что хочу сделать несколько заключений исходя из того что я получил пример вот в заточке такой не предвариловки как я обычно делал от раньше пример как это было на эти бритвах то есть пред финиш а сделал полностью то есть процесс заточки под финиш так сейчас я поставлю на зарядку и продолжим но так ты лучше а то тут красная лампочка мигала нет видеокамера напоминала ядерный чемоданчик так начнем с самой симпатевой самой удачной геометрии к 340 сталь номер 3 бритвка кстати очень удобная мне понравилось вообще как она выглядит он он я он он и и и точилась очень быстро это бухлер кстати сталь точилась очень быстро доводилось очень быстро все вроде было бы хорошо но ощущение что в руках нержавейка просто какая-то нержавейка не знаю там какой выше отнести 95 пример 65 там нержавейки но ощущение надо это так и есть принципе это импортная нержавейка весь бухлер это импортная нержавейка это как бы вот мечта наживщика это скажем так после камня гон си финишника она не рубить волос хорошо рубить волос только после того как я ее прогнал на ремешки с пастой чуть-чуть просто слегка чисто символически и она после этого начала рубить волос вот думайте сами как она будет брить блин то что я не люблю тестировать я бритвы которые на сайте и которые представлены тому как новые бритвы если и побрею что она далеко не новая понимаете да о чем я как бы фиг ее знает по моей шерсти только заточку портить вот честное слово а не бриться и не тестировать но очень такая вот уверенной юркой будет уверенно и такая удобная беззаботная она нержавеющая на букве к у нее баланс то есть чувствуется что клиночек перевешивает праву хотя право вот так вот принципе вид сзади массивно и по сути тоже были примеру труд вача из незакаленной нержавеющей стали были же были же есть до сих пор есть люди бреются приют так что вот вариант вариантов но этого закаленная сталь тоже нержавейка только импортная бухлеровская вот думайте сами геометрии очень даже интересно кстати лепесток такой звенючий прям шикардос сейчас я резко все выловлю он наверно видите лепесток это просто я помню даже как я с ней выкореживался это было что-то с чем-то звякать на час не стоит нет не стоит быстрее это неправильно вот это раз два у нас что я обещал то что я обещал обещал давайте сразу как я точил каком порядке такого буду от шаха 15 взял самую такую какой-то неудачной заточкой ну как неудачно нам разной ширины можно разве назвать ее но тут или для бритья то есть смотреть бритву или для полочки что она красиво смотрел с тоненькой заточкой но все же это есть это так вот затрачивалась очень сложно прямо дриндец как сложно сложнее стали заточки я по моему даже не знаю то есть то что говорят там на маска не получается заточить вот у кого не получается заточить дамаск вот шаха 15 лучше вообще даже не браться триндец по ощущениям думаю что она то есть до дамаска и точно далеко но она перепрыгивает через у-8 у-10 такие стали вот примеру бог тем более перепрыгивает тем что она такая очень злючая вот именно за . такая жесткая прям прийти на точно мягко не будет но хотя рубачить должна щетину жесткую должна это по ощущениям по ощущениям даже от заточки если честно я под заколебался с ней затачивать не знаю я бы оправку видите неудачно фаски снял мне надо было фаски снимать вот удобно что фаски сняты но выглядит это не презентабельно вот как бы даже вот ее советовать как бы для жесткой щетины я не знаю зома и со вместе с со В плане никакого ИСХ-12МФ тоже не факт Тоже не моя любимая сталь А, номер 2 Тут же все написано Тоже взял С самой безобразной Заточкой по ширине Специально Хотел отправить Прилагал за пол цены Забрать, вроде протестить А потом Другой день у него родилась мысля Что он хочет взять Дамасскую одну И нафиг ему все эти тесты Вот, бритвка у него уже прибежала Довольный Ну и тоже Где тут написано А вот она, Д2 Маркировка Что по ней сказать Ну, если сравнивать К примеру С ШХ-15 Она помягче Реально В заточке Прям как бы ощущение Что она прям точится Мягче даже, чем Восемь И значительно Чувствуется вязкость Вот это На камне какой-то Сопротивление большое Именно стали Сопротивление не в залипании А просто сопротивление Что еще про нее можно сказать Так же, как и К-340 После камня Практически не рубила волос После ремешка Например, вот раз Двадцать туда Двадцать обратно Как-то так вот Нехать так Естественно без нажима Все, она волос уже рубит Прям очень радостно Очень так шустро Бодро Прям Ну, если как вариант К примеру Какому-то импортному образцу Да Подходящий момент Она ее сделает Но Не знаю Я так понял Что мои стали Это все-таки У-8 И Дамаск У-8 Такая общего Какого-то пользования То есть Не для каждого Опять же И Дамаск Универсальный вариант Для любой щетины Для любого бритья Хочешь на ней Жесткое бритье Замутить Пожалуйста Заточкой отруливай Хочешь мягкое Пожалуйста Такое вот Желание сейчас Просто взять И сделать Продолжить Производить Только из дамасской стали Вот реально Но Все же Х-12 Стоящий вариант Стоящий В сравнении Пример С той же К-340 Пример Вот так вот Да, кстати Всегда пыталась Крошиться Когда еще На копней очке Таскал Она так прям Хотела Уже Задумывалась Это делать Но как бы не стала Ну Если вот примерно На тысячник пустить Да Она Скорее всего Будет все-таки Крошиться Дальше Если я выбирал С Д2 К примеру И ШХ-15 Что бы я выбрал Вот тут Весы На одном уровне Как бы То есть Я бы вот метался Реально На половину У меня было бы За ГД-2 И за ШХ-15 Я бы вырвал Дамаск Как же это все Сложно Ладно Это первый Вот предчувствие Что и будет Как-то так Вот еще пару слов Кому если может быть интересно По пробнику Затачивал сейчас Ну просто время осталось Вот начал заниматься Всякими такими делами Которые вот ждут Обычно ждут В своей очереди Когда я закончу Тут с бритовками И к примеру Начну Что-то На них уделять время И по поводу камней Еще я вам скажу Так Давайте сразу Виновников На подиум Блин Сырой Я не знаю Стоит ли сырой Это Вот хотя бы пока так Надеюсь пока Я Болтаю Он сейчас подсохнет Да Дальше Гонси Накаяма 5 плюс Плюс Твердость Камня Дальше Здесь не знаю Какая твердость Хочу Показать Может кому-то Это будет интересно Я всегда говорю Что у меня в Гонси Самый шустый камень Все кругом Его считают Самым медленным И мне кажется Просто мои догадки Что я Догадываюсь По какой причине Его считают таким Таковым Посмотрите Он Темный Тут Тоже А вот эта Часть Светлая Давайте Рассмотрим На мониторчике Плохо видно Но вы наверное Точно хорошо Видите Там Так вот Вот эта Светлая часть Вообще Не работает Вообще Как по стеклу Чистому Гладишь Бестолковое занятие Сопротивление Ноль Ну когда уже Прикатаешь Там уже Залипание Получается И чувствуется Сопротивление Вот здесь Его вообще Нет Поэтому Мне кажется Что если Выбирается Все таки Гуан Си То надо Выбирать Как можно Темнее Но это Не факт Это не заключение Блин Залапал Как Сырый Вот Просто сырой Сбоку Я опять Лапаю Его Выбирать Наверное Нужно Самый Темный Но Это вообще Не факт Хотя Разобраться К примеру Вот Накаяма Вот Наверное Видите Вот темный участок Вот этот Половинка Вот в эту сторону А там Какой-то Светленый Так вот Вот такая же картинка Где темный Работает Вполне Такой Шустрый Даже Я бы сказал Практически Ну не такой Шустрый Как вот Тот Но Вполне Вполне Для этого Камня А вот Где светлые Места Ну просто Затаскаешься Просто Затюкаешься Ну Вот это Просто Выводы Как бы Не то что Выводы Это Заметки Дальше Что Это у меня Брак Вот из тех Что я сейчас делал Там партейку У-8 И вот это вот Место Вот это вот Оно Оно То есть У меня Заточено Теперь Месту На Накаяму Протаскал Бритьё То есть Бритьё Волосы Рубить Стало Резвее Но на лице Сонос Чувствуется Сопротивление На ремешок Запустил Вот с той Голубой пастой Который вчера Показывал И всё Сопротивление Исчезло Совсем Так что Игорёха Твои бритовки Едут ко мне На заточку Ну вот Как думаешь Стоит попробовать Мне кажется Да Играет Что Что У меня заключение Это по камням Да Кстати Довольно-таки Такая Жёсткая Штука Вышла Ну Как объяснить Жёсткая Ну Неплохая Штука Я скажу Единственное Что Вот Мне говорят Пример Предотправка Заточите Мне бритву Я Максимально Понимаю Человека Кто так Говорит Мне Максимально Прям Хочется Ему Всё это Сделать Заточить Но у меня Минимальное Количество Свободного Времени Вот Давайте Договоримся Так Если Вы Заказываете Бритву И хотите Там Заточку Чтоб Я вам Значил Её Прямо Конкретно Давайте Не будем Торопиться Просто Не будем Торопиться Всего Лишь Потому Что Если Я вас Значу На Гуанси Она У вас Будет Шустро Брить Всё Нормально Но Если Я Ещё Потом Доточу Каями То Это Будет То Уже Как Бы Шедевральная Заточка Другой У меня Занимает Столько Времени Что Вот Хорошо У меня Сегодня Просто Просветы Были А то Я Не знаю Когда Я Этим Занялся И Занялся Либо В Ближайшее Время Вот Поэтому Извиняйте Но Я Не могу Порваться Просто Нифигаси Вот Так Вот Но Если Договариваемся То Договариваемся Я Могу Как-то Ограничиться В Один День Заточить А могу Тормознуться Дня На Три Четыре Даже Потому Что Мне Нужно Найти Просвет В Работе А то Мне Высказались Сколько Ждать А я На Третий День Только Заточил Ну Вот Так Вот То Если Вы Сами Не Точите Сами Не Хотите Кому Дня Через Три Четыре Даже Вот Так Вот Все Зависит От Обстоятельств Ну И Все Вот Как бы Допом К первому Видео Приклею Пока